Мы очень рады, что вы к нам приехали. У нас библиотека является центром культуры, и большое количество жителей приходит у нас не только за книгами, но и также на всевозможные кружки. Это раньше в библиотеке можно было только почитать. Сегодня подобные учреждения стали культурными центрами, где проводят мастер-классы, семинары, различные массовые мероприятия. Сотрудники Володарского филиала стараются соответствовать современным тенденциям. Но с каждым годом делать это все сложнее. Помещение нуждается в ремонте, мебель в обновлении. Сказывается и нехватка оборудования. За решение проблемы взялся глава Ленинского округа Алексей Спаский. А откуда все экспонаты? Все экспонаты – это на 99% вещи, документы, предметы жителей. То есть люди, да? Да. Заходя в библиотеку поселка Володарского, сразу окунаешься в историю. Учреждения соседствуют с Краеведческим музеем. Экспозиции расставлены на каждом шагу. Экскурсию главе провела искусствовед Елена Сорокина. Четыре зала, каждый отведен определенной эпохи – от истоков до современности. Самые главные вещи, предметы, документы – это, конечно, это наши достопримечательности. Это наша река Пахра, самая древняя. Это наши храмы, это наша фабрика, хотя многое другое. И, конечно, наши достопримечательности – это поколения, это люди, которые жили и живут сейчас. Чтобы сохранить все это наследие, нужны силы и средства. Некоторые экспонаты нуждаются в реставрации. Музей позволить себе этого не может. За помощью сотрудники учреждения обратились к главе округа и получили положительный ответ. Сейчас даже ощущается, что достаточно свежо. Принимаются. Подобная ситуация происходит и на втором этаже здания, где располагаются всевозможные творческие кружки. Холод в кабинетах мешает проведению занятий. Однозначно ремонтировать, потому что последний ремонт, как говорят, больше 20 лет назад был. Сейчас, несмотря на то, что полноценная зима не пришла, но мы ощущаем, что прохладно. В кабинетах, в помещениях, ну и плюс ощущается уже нехватка площадей. Этот вопрос мы обсуждали где-то примерно год назад. Вопрос, конечно, разработки проектно-сметной документации, ну и изыскания денежных средств, вхождения в государственную программу. Тем не менее, вернемся к этому вопросу. Но, повторюсь, вопрос ремонта существующих помещений никто не отменял. Мы займемся этим прям незамедлительно. А в самое ближайшее время, до Нового года, в библиотеке появятся компьютеры и мультимедийная техника, которые так необходимы учреждению. Юлия Погасьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВиднетВ.